Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Путин в 19-й раз обратился к Федеральному собранию с посланием. Он поставил задачи на ближайшие 6 лет и рассказал о новых национальных проектах, которые будут реализованы в ближайшее время. На что они будут направлены в нашем сюжете. Средняя продолжительность жизни в России сейчас 73 года, а должна быть не менее 78 лет к 2030 году, рассказал президент. Чтобы улучшить качество жизни людей серебряного возраста, будет запущен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В ближайшие 6 лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно будет направлено более 1 триллиона рублей. Будущие страны – молодые люди. Для них Владимир Путин анонсировал новый национальный проект «Молодежь России». Чтобы дети росли здоровыми и физически активными, за счет федеральных средств планируется ежегодно строить в регионах и особенно в малых городах не менее 350 спортивных объектов. Владимир Путин поручил обновить или открыть медицинские кабинеты в школах. Со следующего года начнется программа капитального ремонта детских садов. Из федерального бюджета будет выделено 9 миллиардов рублей на обновление инфраструктуры педагогических вузов. Предлагаю для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в тех населенных пунктах, которым нужно уделить особое внимание, а именно таким населенным пунктам, где живет меньше 100 тысяч человек, а это по сути все наши небольшие города, райцентры, поселки, села. Так вот, уже с 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей. Основная ценность любой страны – семья, главное предназначение которой – рождение и воспитание детей, а значит продолжение всего многонационального народа. Владимир Путин призвал в ближайшие 6 лет добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будет запущен новый нацпроект «Семья». Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь – не менее 75 миллиардов рублей. Программу мат-капитала продлят до 2030 года, как и программу семейной ипотеки. Владимир Путин заявил о планах запуска новых национальных проектов в сфере технологического развития. Необходимо вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, доведя их до 2% ВВП. Россия должна к 2030 году войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов. Нужно внедрять цифровые технологии в управление, чтобы повысить производительность труда. Важно кардинально повысить производительность труда. Одна из ключевых задач. А это означает внедрение цифровых технологий в управление. Рост энерго и ресурсоэффективных экономических предложений и реализации таких предложений. К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Бизнес Российской Федерации должен работать в российской юрисдикции, заявил президент. И не выводить средства за рубеж, где можно все потерять. Владимир Путин призвал запустить сберегательный сертификат. Можно будет размещать средства на длительный срок, а банки будут предлагать более выгодный процентный доход. Эти средства застрахуют на суммы до 2,8 миллиона рублей. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок более трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит банки смогут предлагать клиентам более высокий выгодный процентный доход. По мнению президента, к 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий в России нужно будет охватить проектами по повышению производительности труда. Также Путин поручил Кабмину уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в регионах, а в 2026 году принять ее для всей страны. Размер МРОД к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей. Значительную часть своего послания президент уделил героям спецопераций. Они должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия. С 1 марта 2024 года ветераны СВО смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев». Не отступят, не подведут и не предадут. Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении. Владимир Путин предложил формировать не только трехлетний бюджет, но и шестилетний финансовый план. Резюмируя обращение, президент распорядился, чтобы до конца года все национальные проекты были утверждены и скоординированы между собой. Андрей Бессонов, Виктория Шарая, События. Сразу после послания губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился впечатлениями по итогам обращения президента. Он подчеркнул, что послание носит стратегический характер, на годы вперед определяет видение развития государства. Это настоящая программа развития нашей страны. Пять национальных проектов нового. Семья, молодежь России, внимание к людям старшего поколения, и тоже специальный национальный проект. Кадры – важнейшая тема для растущей экономики нашей страны. Конечно, внимание к участникам специальной военной операции, к ветеранам СОО, к семьям военнослужащих. Я думаю, что всем сегодня участникам послания передалась уверенность президента в том, что победы будут по всем фронтам и направлениям. И, конечно, наша главная победа. Совершенно точно. Глава города Елена Лапушкина отметила, что нет такой отрасли, которую бы не затронул президент в своем послании. Особенно важно, что будут продолжены нацпроекты, которые уже отлично зарекомендовали себя. В том числе и в Самаре. Ну и самое главное – появятся новые национальные проекты. Есть вещи, которые касаются и непосредственно нас, жителей Самары. Прежде всего, это национальный проект, который продолжает свое существование. Это расселение из аварийного жилья, что для Самары крайне важно. И я искренне этому рада. Это развитие благоустроенных территорий. У нас есть прекрасный опыт, и я рада, что эта программа будет продолжаться. Новая программа, национальный проект «Семья», «Кадры». Все совершенно точно будет работать на развитие нашей экономики, на развитие наших городов, наших сел, да в принципе всей нашей большой страны. Владимир Владимирович озвучил то, что в регионы будут направляться средства для развития транспортной отрасли. Это точно поможет нам нормализовать ситуацию, в том числе и в Самаре. В Самаре возобновили аварийный ямочный ремонт. Не менее 6 тысяч квадратных метров дорог приведут в порядок локально до конца апреля. В центре внимания специалистов участки, на которые поступает наибольшее количество жалоб горожан. Один из таких на улице Воронежской. Как проходят работы и что говорят автомобилисты, расскажет Ксения Баканова. На улице пахнет весной и асфальтобетоном. В Самаре возобновили аварийный ямочный ремонт. На дорогах местами уже растаял снег, а погода благоволит. Температура воздуха установилась на отметке минус 5 градусов. По словам специалистов, это комфортные условия для начала работ. До конца апреля планируется отремонтировать не менее 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На первом этапе рабочие готовят ямы к заливке. Важно обрубить края, чтобы придать им правильную форму. Далее локацию очищают и при помощи компрессора осушают. И только в конце заливают литой асфальтобетон. Его температура обычно варьируется от 230 до 250 градусов. Рабочие вручную разравнивают смесь. После того, как участок дороги подлечили, нужно подождать, чтобы литой асфальтобетон застыл. В противном случае ремонт на локациях придется переделывать. Некоторые автомобилисты сразу приезжают и как бы выдавливают, потому что она еще не успевает остыть. Мы немножко подождем, минут 15-20, и после чего пускаем машины. Хотелось бы только, чтобы нас автомобилисты понимали, чтобы не ругались на нас. Водители работам только рады. Отмечают, из-за температурных качелей дефектов на дорогах становится больше. Поэтому их состояние важно контролировать постоянно. То холодно, то тепло. Появляться стали ямы. Сейчас вот за этим очень нам тщательно следить, потому что малейшее упущение, и дорога приходит в негодность. На протяжении всего процесса за работой ведется строгий контроль. В случае необходимости в план вносятся коррективы. Качество работы подробных организаций подрается муниципальным джеком и учреждением дорожного хозяйства. Соответственно, им берутся пробы как выпуска завода с алкобетона на экспортизу и проверку соответствия как состава, как христи. Ведется замер температуры, используем асфальт и бетон на момент укладки. Ну и после проведения работы по укладке берутся пробы непосредственно на месте. По словам специалистов, если в Самару придут снегопады, то ремонт придется временно остановить и вновь приступить к нему, когда погода нормализуется. Согласно предварительному плану, работы должны быть выполнены на участках 20 улиц. Но перечень локаций ежедневно пополняется. Повышенное внимание уделяется тем участкам дороги, на которые поступают жалобы от жителей. Обновление асфальтового полотна малыми и большими картами, а также комплексно, стартует с начала дорожно-строительного сезона. Нужно дождаться, пока снег полностью растает и установится постоянная плюсовая температура воздуха. Ремонт литой асфальтобетонной смесью считается поддерживающим и единственно возможным в нынешних погодных условиях, чтобы избавить объекты уличной дорожной сети от локальных дефектов. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. В Самаре продолжается адресное информирование жителей о предстоящих выборах президента. Как проголосовать по месту нахождения, а не по месту прописки? Как взять открепительные удостоверения? Ответы на эти вопросы узнали наши корреспонденты. Адресное информирование жителей о предстоящих выборах президента России продолжается. Представители участковых избирательных комиссий отвечают на все вопросы, интересующие граждан. Как отдать свой голос по месту нахождения? Такой вопрос возник у Лилии Юсуповой. Она уедет в командировку в Москву и в дни выборов не сможет прийти в избирательный пункт, к которому прикреплена по месту прописки. Обходчики объяснили Лилии, как ей принять участие в выборах в этом случае. Это очень удобно, потому что я могу проголосовать в любой части нашей Родины. Независимо от того, буду я в Владивостоке или буду в Калининграде. Я считаю, что это прекрасная возможность для того, чтобы отдать свой голос за того кандидата, кого люди посчитают себе нужным. Удобный избирательный пункт можно выбрать заранее. Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно подать на сайте Госуслуг или в приложении до 11 марта. С 6 марта это можно будет сделать лично. Что проголосовать на дому знают все, а вот то, что можно прикрепиться по месту нахождения, где удобно проголосовать, люди с интересом про это слушали. И некоторые даже огорчались, что уезжают из города и не могут проголосовать. Оказывается, это без проблем. В специальном приложении обходчики отмечают квартиры, в которых побывали. Если жителей не оказалось дома, представители избирательной комиссии оставляют на ручке двери табличку с QR-кодом, перейдя по которому можно узнать все сведения о выборах. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Они не боятся трудностей и вдохновляют своим примером других. В Самаре подвели итоги акции «Женщины года-2023». Церемония награждения прошла в Доме культуры «Заря». Лауреатов выбирали в семи номинациях. Это работники сферы образования, здравоохранения, культуры и искусства, представители малого и среднего бизнеса. Подробности расскажем в сюжете. Актовый зал Дома культуры «Заря» блистает. И вовсе не от декораций, а от улыбок прекрасных женщин. Они стали победителями акции «Женщины года-2023». Татьяна Ушатова получает награду в номинации «Руководитель». Каждый день к ней за помощью обращаются десятки тех, кому требуется психологическая поддержка. Говорит, секрет ее успеха – это внимание к проблеме каждого. Весна. Я приду в свой коллектив. Я покажу, что так могут все. У меня много психологов и в городе в том числе, которые заслуживают такой же награды. И я думаю, что их вдохновит еще больше и больше. Приятно, когда тебя оценивают. В школьные годы Анна Некрасова всерьез заинтересовалась химией и не заметила, как простое увлечение стало делом жизни. Сейчас женщина трудится на нефтеперерабатывающем заводе. Часто в компанию приходят молодые специалисты, которых нужно брать под свое крыло, говорит Анна. Такой подход не остался без внимания. Женщину отметили в номинации «Наставник». Только при достижении взаимопонимания можно достигнуть поставленных результатов и добиться успехов в работе. И для меня это важно, потому что я человек достаточно амнициозный. И лишний раз, когда плюсик в копилочку получаешь, очень приятно. Конкурс проводится с 2015 года. Лауреатов выбирали в семи номинациях. «Наставник», «Специалист образования и науки», «Профсоюзный лидер» и других. В этом году в финал вышли 50 человек. У нас два этапа, где работает конкурсная экспертная комиссия, где мы смотрим не только на заслуги именно в профессиональной деятельности, но и учитываем, безусловно, общественную нагрузку. Такие доблестные женщины, которые занимают активную жизненную позицию в различных областях, в различных аспектах нашей деятельности. Акция прошла по инициативе общественной организации «Союз женщин городского округа Самара» при поддержке администрации города. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Петр Поломеев. События. Сотрудничество, укрепление двусторонних связей и знакомство детей и молодежи с историей и культурой Исламской Республики Иран. В Самаре прошел финал российско-иранского творческого марафона «Культурная дипломатия». В конкурсе приняли участие студенты и школьники со всей Самарской области. Какие работы были представлены на конкурс и кто стал лауреатами, расскажем далее. Ученица пятого класса Самарского лицея Алла Шутова стала лауреатом конкурса рисунков по российско-иранскому творческому марафоне «Культурная дипломатия». Алла с пяти лет занимается изобразительным искусством. Постоянно участвует в различных творческих конкурсах. Тематика этого юной художнице оказалась особенно интересной. Восток привлекает своей таинственностью и сказками Шахерезады, признается Алла. Мне нравятся восточные вазы, они такой необычной формы, красивые. Костюмы у них не так, как у русских, а прям у них свои костюмы такие тоже красивые. В номинации «Изобразительное искусство» участвовали дети с 9 до 14 лет. На суд жюри было представлено более 50 работ. Мы всегда стараемся оценивать по принципу, чтобы это был не плагиат, чтобы были какие-то чувства в рисунке, чтобы видно была детская рука. Конечно, эта тема требует более глубокого изучения, но я считаю, что все педагоги и ученики справились с этой задачей. Были очень интересные, разнообразные работы. В российско-иранском творческом марафоне были представлены и другие номинации. Конкурс чтецов произведений Амара Хаяма для старшеклассников и конкурс рефератов к 80-летию Тегеранской конференции для студентов. Первокурсник Самарского университета Глеб Позняк в своей номинации занял почетное третье место. У меня достаточно интересная история, особенно история Великой Отечественной войны. И это событие, оно очень значимо и сыграло огромную роль в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. На конкурс было прислано более 300 заявок. По словам организаторов, погружение молодежи в историю дружественной страны через сказки, культуру и значимые события имеет большое просветительское значение. Это такое огромное количество картин было прислано. Очень много участников было среди поэтов и среди студентов, именно историков. Очень глубокие доклады были с изучениями. Ценность мероприятия, вообще ценность идеи именно в просветительской миссии о роли и значимости Тегеранской конференции, которая дала основания для открытия Второго фронта во время Великой Отечественной войны. В планах организаторов новые проекты об исторических событиях и культуре стран-партнеров Российской Федерации. Галина Топилина, Петр Паломеев, События. В Самарском национальном исследовательском университете имени Королева прошла встреча студентов с чемпионкой мира по самолетному спорту Светланой Копаниной. Спортсменка делилась историями из жизни, говорила о своих победах и достижениях и отвечала на вопросы самарских студентов. Подробности в нашем сюжете. Небо и шум двигателя. 35 лет назад Светлана Копанина вместо парашютной секции записалась в самолетную. Это была нелепая случайность, рассказывает спортсменка. Но именно случай перевернул жизнь Светланы, которая уже тогда женским увлечением предпочитала боевые виды искусства и экстремальные виды спорта. Но сегодня и самолетный спорт адаптирован под женскую аудиторию. Я летаю только на спортивных, пилотажных самолетах. Но таких больших я не летаю. Я оставляю эту возможность сильному, могучему нашему полу, нашему мужчину. Светлана Копанина – абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту. Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России. Со своей заслуги вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Историей своих достижений спортсменка поделилась со студентами Самарского национального исследовательского университета имени Королёва. Встреча прошла на базе военно-учебного центра вуза. Таких людей единицы в нашей стране – это абсолютная гордость. И хотелось бы, чтобы наши ребята равнялись на неё. Потому чтобы у наших ребят была цель, чтобы наши ребята шли к этой цели и её решали. Цель, конечно, и достижения в спорте, достижения в учёбе, достижения в семейном каком-то благополучии. Ну и главное, конечно, защита Родины. То, чем мы занимаемся, мы хотим, чтобы все наши выпускники были надёжными, достойными защитниками своего Отечества. Студент с третьего курса Самарского университета Дмитрий Паряев намерен свою жизнь связать с авиастроением. Рассказывает, истории тех, кто в своём деле добился успеха, вдохновляют. Поэтому эта встреча с чемпионкой так важна для студентов, которые только начинают свой путь. Она важна для нас, так как мы являемся авиационным, всё-таки аэрокосмическим университетом. И она связана с этим, как бы парашютный спорт и авиация. Чтобы взять для себя пример из её жизни и добиться не меньших успехов, чем она. Перед встречей со студентами для гостей провели экскурсию по военно-учебному центру. Рассказали о достижениях региона в сфере авиационного строительства, о людях, которые внесли большой вклад в авиационную промышленность и героях, которыми гордится Самарская область. Галина Топилина, Константин Головин. События. В Самарской области завершаются всероссийские соревнования по гиревому спорту. Они длятся два дня. В них принимают участие спортсмены в возрасте от 14 до 16 лет. Юноши и девушки из 25 регионов страны борются за первое место в нескольких дисциплинах и весовых категориях. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. Павел Добровольский на состязание приехал из Орска. А спортсмену 14 лет гиревым спортом увлекся только полтора года назад. И это его первые крупные соревнования. Говорит, как бы ни старался, всегда есть к чему стремиться. В этот раз Павлу удалось улучшить собственный результат. Не сказал бы, что хорошо. Рассчитывал, конечно, побольше. Но, в принципе, неплохо свои рекорды побил. Максимальный толчок был 50. В этот раз сделал 58. Хорошего результата нет. Всегда прогрессируешь. В Самаре такие крупные старты по гиревому спорту проходят впервые. В них принимают участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 16 лет. Всего 160 спортсменов из 25 регионов России. Четверо из 63 региона. Я надеюсь на то, что мы удачно, успешно проведем такие важные старты. На будущее, наверное, будет очень важно принимать к себе такие мероприятия, как и первенство природского федерального округа и первенство России. Очень надеюсь на то, что и спортсмены, которые сейчас выступают в Самарской области, их всего 4 человека. Но ребята, надеюсь, выступят достойно, представят нас регион и смогут отобраться на финал спорта гиады. Это ребята, это наше будущее, можно сказать, которые уже, повзрослев, обравшись опыта, повысив свои спортивные результаты, будут представлять Российскую Федерацию на международных площадках. Через спорт мы действительно воспитываем здоровую, умную молодежь. Юноши и девушки соревнуются отдельно в разных дисциплинах, возрастных и весовых категориях. Победители отборочного этапа примут участие в финальных соревнованиях, которые пройдут в Казани в августе. Виктория Шарая, Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Кировского района продолжает рассказывать о благоустроенных территориях. В 2019 году в рамках федерального проекта комплексно благоустроены бульвар Металлургов и площадь имени Мочилова. Рабочие уложили тротуарную плитку, установили новые дизайнерские скамейки различных видов, бульварные диваны и урны. Фишкой обновленного пространства стало нижнее освещение. 60 светильников, которые дают рассеянный свет. Общественное пространство в Кировском районе благоустроено по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары приглашает жителей региона пройти диспансеризацию. Основная цель обследования – своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Для трудящихся предусмотрена работа поликлиника в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в поликлинику. Администрация Красноглинского района призывает самарцев заняться скандинавской ходьбой. Это активный вид спорта для всех возрастов. Во время занятий задействованы 90% мышц организма. Похожий эффект достигается только в профессиональном спорте, например, в лыжных гонках. При этом палки снимают опасную нагрузку с суставов. Получается двойной эффект – мышцы нагружаются, суставы разгружаются. Заниматься можно в любое время года. Из снаряжения нужны специальные палки, одежда по погоде и удобная обувь. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова